Марина Серова Тринадцать капель от иллюзий Пролог Я добралась до дома довольно поздно. Во всяком случае, уже порядком стемнело, и мне пришлось здорово напрячься, чтобы втиснуть машину между детской горкой и соседской Нивой и не задеть ни то, ни другое. На стоянку отгоню завтра, а сегодня лучше лягу спать пораньше, решила я, потому что события прошедших выходных не давали мне покоя и настроения никуда не годилось. В подъезде оказалось темно, наверное, лампочка перегорела, но я не успела углубиться в размышления по поводу лампочки, так как сильный толчок в грудь сбил меня с ног. Падая, я взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Кто-то сдернул сумку с моего плеча и побежал к выходу. Пискнул домофон, дверь открылась, закрылась, а я осталась сидеть на лестнице, как простая, банально ограбленная обывательница, а неизвестная в определенных кругах частная сыщица Татьяна Иванова. Прекрасно понимая, что догнать грабителя мне не удастся, я возблагодарила Бога хотя бы за то, что связку с ключами от машины и квартиры сунула в карман, а не в сумку, как обычно. А то идти бы мне искать ночлег. Поднявшись, я пошла к лифту. Он еще работал. Я нажала на седьмой этаж и стала обдумывать то, что случилось. По натуре я оптимистка, поэтому всегда стараюсь найти позитив даже в неприятностях. Вот теперь я утешила себя тем, что сумку хотя и жалко, но потеря невелика. В ней не было ничего, кроме косметички да почти пустого кошелька. Хорошо еще, что просто толкнули, а не двинули по голове. Ах да, ведь там же был еще фотоаппарат, который я брала с собой на трубазу. Мой кодек с выдвижным объективом. Это уже потеря. Но что поделаешь? Придется смириться. По крайней мере, пленка с фотографиями у Ленки осталась. Она забрала ее у меня, потому что все равно пойдет проявлять свои пленки, ну и мою заодно. Тем более, что фотоателье находится прямо у нее в доме. Я приняла душ и легла в постель. Но уснуть мне удалось не сразу. Я думала о свете. О том, как внезапно и неотвратимо может измениться все вокруг, как будто кто-то ставит точку и переворачивает страницу. Глава первая На турбазу «Дубовая грива» я попала случайно, благодаря Ленке-француженке. Вообще-то, закончив довольно сложное дело и заработав немного денег, я хотела поехать куда-нибудь к теплому морю. На Кипр, на Канары или на худой конец в Турцию. Только одной мне ехать не хотелось, вот я и позвонила Ленке. «У тебя ведь летом отпуск. Не составишь ли мне компанию?» Ленка тут же примчалась. У нее, как всегда, была куча новостей и ворох пустяковых проблем. Типа, купила новые туфли, а на левой сразу же ремешок лопнул. И свое представление о том, как нам нужно провести совместный отдых. «Приятельница заявила, что на учительскую зарплату за границу не разъездишься, а ехать, за мой счет, ей не позволяют убеждения и чувства собственного достоинства. Поэтому она делает мне контрпредложение. Мы поедем на турбазу на Волге. Ленка отдыхает там регулярно, уже второй или третий сезон. Это не Кипр и даже не Турция, но условия вполне приличные. А самое главное, она там всех знает, как отдыхающих, так и персонал. Все они прекрасные люди, и с ними бывает очень весело. Из восторженных рассказов я уяснила, что именно персонал, а точнее один из спасателей, работающих на турбазе, является главным аргументом, который заставляет мою подругу выбрать для отдыха только это место, а никакое другое. Без спасателя по имени Никита даже пятизвездочный отель показался бы ей тусклым по сравнению с двухместным домиком на Волжском острове. Ленка так горячо уговаривала меня, что я согласилась поехать с ней на ближайшие выходные на эту самую турбазу, а уж потом обдумать свои дальнейшие планы на летний отдых. Утром в пятницу я заехала за Ленкой на своей девятке, и мы отправились на Волгу. Дубовая грива находится на острове, поэтому те, кто приезжает на машине, оставляют ее на стоянке, а потом на лодке переправляются на турбазу. Лодка ходит по расписанию три раза в день, но желающие могут нанять и частного перевозчика. Мы никуда не спешили, поэтому расположились на лавочке, стоявшей в тени огромной старой сосны, и стали ждать лодку. Скоро начали подъезжать и другие отдыхающие, многих из которых Ленка знала. В первом появился москвич 2141 темно-вишневого цвета, который припарковался рядом с нашей девяткой. Из машины выскочил рыжий мальчик лет восьми, а за ним выбралась полноватая женщина в очках и парень с длинными волосами. Затем вышел водитель и еще одна женщина, сидевшая на переднем сиденье. Мальчик сразу кинулся к лодку с мороженым, а приезжие стали выгружать сумки из багажника. Багажа у них было столько, что они напомнили мне первых поселенцев, прибывших на место своего нового обитания. Дама в очках все доставала из машины, какие-то баулы, пакеты и даже что-то вроде чемодана на колесиках. Парень взял огромную спортивную сумку и еще пару пакетов и направился к нашей лавочке. «Лен, рад тебя видеть!» – он улыбнулся. Парень был невысоким, но крепким. Темно-русые волосы, схваченные на затылке в пучок, делали его внешность несколько богемной. Черты лица казались немного мелковатыми, а рот с очень тонкими губами придавал то ли хитрое, то ли жестокое выражение в целом симпатичной физиономии, что не гармонировало с приветливой доброжелательной речью. «Леночка, ты уже здесь, а мы боялись опоздать к лодке!» – радостно защепетала женщина в очках, следовавшая за парнем со своим скарбом. Мужчина, который был за рулем, и вторая женщина, как оказалась его жена, забрали остальные вещи и тоже подошли к нам. Лена представила нас. Женщину в очках звали Динара. Ее друга, как теперь принято говорить, бойфренда, все называли Владом. А семейная пара с ребенком, с которым они приехали, были сослуживцами Динары и завсегдатаями на дубовой гриве. Вскоре из-за поворота дороги показалась еще одна машина – темно-зеленый БМВ. На стоянке для него нашлось специальное место. Хозяином машины оказался представительный мужчина лет 50, одетый в дорогой спортивный костюм, плотного телосложения с коротко остриженными каштановыми волосами с проседью. Тщательно выбритое лицо мужчины было бронзовым от загара и выражало силу и высокомерие. Обойдя машину, хозяин БМВ открыл переднюю дверцу и помог выйти невысокой худенькой блондинке с капризным лицом. Затем открыл заднюю дверь автомобиля и выпустил еще двух женщин и русского спаниеля. Собака начала с огромной скоростью носиться по площадке, облаивая людей и не обращая внимания на призывы хозяйки. В одно мгновение этот пес загнал на дерево кота, налетел на Динару и чуть не сшиб ее с ног, а потом схватил мячик рыжего мальчика и умчался с ним в кусты. «Джонни! Джонни, иди ко мне!» «Что я дам моему малышу? Иди ко мне!» «Вот твой мячик!» — улещивала блондинка длинноухого Джонни. Но чужой мячик, видимо, нравился ему больше, и он не появлялся из-за кустов. Наконец мужу блондинки удалось поймать питомца и пристегнуть его на поводок. Мячик, который теперь выглядел не лучшим образом, с извинениями вернули возмущенному владельцу, а Джонни внезапно угомонился и имел такой вид, будто весь переполох учинил не он, а кто-то другой, не имеющий к нему, благовоспитанному псу, никакого отношения. Женщины, которые приехали с хозяевами собаки, оживленно болтали, осматривая окрестности и обмениваясь впечатлениями. Одна из них, со светлыми волосами, собранными в хвост на затылке, была одета в голубые брюки, капри и белую футболку. На второй был красный топ и короткая джинсовая юбка. Этот наряд подчеркивал ее прекрасную фигуру и демонстриживал золотистый загар. «Где это она успела так загореть в самом начале сезона?» – подумала я. «Не иначе, как в солярии». «Это Антон Сергеевич со своей благоверной», – сказала Ленка. «Он большой начальник в налоговой полиции, все время здесь отдыхает. У него здесь настоящий дом. Он и зимой приезжает на охоту. Эта блондинка, его жена, Алла, ревнует его каждой юбке и скандалы устраивает.